Друзья, сегодня Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова совместно с Ассоциацией Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов проводит онлайн-дискуссию. Сейчас принято все круглые столы переводить в формат онлайн, и даже политики высокого ранга проводят свои конференции и саммиты в онлайне. Поэтому здесь в данном случае мы, наверное, не проиграем, а только выиграем. Не всегда бы эти люди могли бы собраться вместе в одно время. Тем более в настоящий момент мы находимся в разных странах. Итак, наша дискуссия российско-белорусские отношения и союзное государство в период глобальных кризисов вызвана текущей ситуацией. И не только пандемией. Я думаю, о пандемии мы сегодня говорим, о пандемии коронавируса. О пандемии коронавируса мы будем говорить сегодня меньше, а говорить будем о всем объеме кризисов, который однажды неожиданно, а может быть просто время пришло, свалился не только на Россию и Белоруссию, но и на весь мир. И вот в этих условиях и проверяются на прочность наши двусторонние отношения или наши отношения в рамках союзного государства. Вот сегодня мы будем разбираться, есть ли это дихотомия или это все медийные придумки, выдумки наших противников и журналистов. Меня зовут Игорь Шатров. Я член клуба Горчакова. И руководство клуба и фонда меня попросило сегодня быть модератором этой дискуссии. Я тоже в каком-то степени занимаюсь российско-белорусскими отношениями, вопросами российско-белорусских отношений, поэтому считаю себя тоже немножко вовлеченным в эту тему. Надеюсь, буду не просто передавать слово, но и какие-то конструктивные мысли тоже предлагать. Я представлю для наших зрителей, потому что наша дискуссия транслируется, и на канале фонда Горчакова, и на телеканале «Жизнь». Ну и в дальнейшем она будет размещена в социальных сетях и на YouTube-каналах, поэтому надо знать, и я думаю, всем интересно узнать, кто же сегодня у нас участвует в этой дискуссии. В дискуссии участвуют Авласенко Игорь Михайлович, эксперт Центра изучения внешней политики и безопасности, Семак Елена Адольфовна, коцент кафедры международных отношений, факультета международных отношений Белорусского государственного университета, Тиханский Александр Иванович, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, кандидат в социальных наук, профессор Академии военных наук Российской Федерации, Тома Алексея Юрьевич, председатель правления научно-культурного учреждения «Евразийское партнерство», Вардомский Леонид Борисович, руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики Российской Академии наук, доктора экономических наук, профессор. Александр Владимирович Гущин у нас присутствует или нет? Я вижу, что нет, да, но он, видимо, подключится позднее, он находится в месте, где не все хорошо со связью, это известный российский политолог, доцент РГГУ, эксперт Российского Совета по международным делам, также в дискуссии участвует Андрей Сергей Вадимович, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов, и Рикеда Сергея Вячеславович, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. Ну, я не знаю, Сергея Палагина мы почему-то не представили, как руководителя того самого Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов, он, естественно, также участвует в этой дискуссии и на правах соведущего мне будет помогать, я на некоторое время должен буду удалиться. Ну, в другую онлайн-аудиторию, ну и, естественно, как участник этого нашего сегодняшнего разговора. Итак, общую тему я уже назвал, а теперь перейдем к представлению своих позиций для начала дискуссии, для того, чтобы понять вообще, с чем мы имеем дело, с какими взглядами на ту или иную проблему, и поэтому вопрос, изначально первый вопрос дискуссии, он общего характера. Я прошу каждого, я буду давать каждому слово, по полторы-две минуты потратить на прояснение своей позиции. А вопрос у нас такой. Союзное государство или российско-белорусские отношения? Почему появилась такая дихотомия? Появилась ли она вообще? Или это действительно журналистская придумка? Вопрос очень актуальный, на мой взгляд, потому что недавно мы праздновали очередной юбилей Союзного государства, но если Беларусь его праздновала довольно активно, и это было темой политической, темой для СМИ, темой для встреч экспертов, то Россия как-то незаметно эту чудесную дату провела. Вот почему и возник вопрос о той самой дихотомии. Предлагаю по очереди, вот по тому списку, который у меня, каждому высказать свое мнение по этому вопросу. Игорь Михайлович Авласенко, вам слово. Большое спасибо, Игорь. Что касается концепта союзного государства, данный концепт, он появился в 1990-х годах, когда лидеры наших постсоветских республик, прежде всего Александр Григорьевич Рукашенко, Борис Николаевич Ельцин, они стремились каким-то образом преодолеть вот этот тренд на дезинтеграцию, который наблюдался после 1991 года. Соответственно, прорабатывались во второй половине 90-х годов идей, каким образом эти дезинтеграционные процессы обратить вспять, и таким образом родился вот этот вот концепт союзного государства. Но на тот момент, конец 90-х годов, все-таки, мне кажется, было достаточно слабое представление о том, как в прагматическом ключе вот эти вот предложения, которые были выработаны в рамках договоров 1996-1997-1999 годов превратить в жизнь. Но жизнь, она тоже внесла свои коррективы. В 2000-х годах уже страны оказались в несколько иной реальности по той простой причине, что каждое из государств постсоветского пространства, оно стало выстраивать уже собственную внешнеполитическую линию, как суверенное государство, не имея в виду Республика Беларусь уже стала выстраивать такого рода свою внешнеполитическую линию. Что касается Российской Федерации, она тоже вынуждена была выстраивать свою внешнеполитическую линию, строить свою социально-экономическую модель, исходя уже из новой реальности. То есть Российская Федерация уже была не Советский Союз, и ей необходимо было уже в новых условиях приспосабливаться к новым геополитическим реалиям. Поэтому, соответственно, возникли определенные противоречия в реализации тех задач, которые возникли, которые были поставлены в договорах конца 90-х годов. И теперь уже в течение 2000-х, 2010-х годов Российская Федерация и Республика Беларусь выстраивают свои отношения как два суверенных и независимых государства. Поэтому в последнее время мы больше и говорим про российско-белорусские отношения, а к концепту союзного государства обращаемся тогда, когда у нас есть возможность по каким-то направлениям эти отношения углубить. Вот моя точка зрения. Спасибо, Игорь. Спасибо. Позиция понятна. Елена Адольфовна Семак. Вам слово. Микрофончик. Добрый день. Ну, присоединяюсь к тому, что сказал сейчас Игорь Михайлович. Если с точки зрения экономической смотреть, а я экономист, то, конечно, союзное государство стало, ну, скажем так, полигоном для проработки экономических и юридических документов. Это несомненно. Дело в том, что очень многие наработки, которые были сделаны в период существования этой структуры, потом активно используются в Российской экономической комиссии. И здесь опыт этого союзного государства, конечно, ну, нельзя его умолять никоим разом. Но на сегодняшний день, да, я согласна, что это больше уже вопрос о русско-белорусских и белорусско-русских отношениях. Тем более для большинства населения союзное государство, ну, структура такая не совсем понятная. Хотя, ну, я вам сразу скажу, что очень многие моменты именно юридические были созданы очень хорошо, проработаны с условиями учетом опыта Европейского союза. И, конечно, да, сейчас, если говорить о союзном государстве, то оно требует дальнейшего развития. Хотя, я считаю, что сейчас не исчерпал то за себя. Его институциональный потенциал еще достаточно хорош. Спасибо. Спасибо вам, Елена Анатольфовна. Александр Иванович Тиханский. Елена Анатольфовна, хотел поддержать вас вот как раз в силу того, что существуют на сегодняшний день и российско-белорусские отношения, и союзное государство, и еще нечто третье. Просто к ним надо относиться как целое к частному, да? В данном случае я за целое считаю российско-белорусские отношения, а частное — это союзное государство. Но дело в том, что полная реализация вот этого договора союзного государства предполагала даже какое-то формирование уникального для постсоветского пространства объединения, которое сосчитало бы в себе, так сказать, как признаки и международной организации, так и государства. Но в данном случае хотели, чтобы оно больше всего было похоже на Евросоюз, а где-то даже его превосходить по уровню интеграции. Но на сегодняшний день эта реализация не удалась в полной мере, и, соответственно, мы на сегодняшний день можем говорить о союзе двух государств, поскольку союзное государство требует своих институтов, которых на сегодняшний день нет. Поэтому что там, как дальше будет развиваться ситуация, но я здесь диктамии никакой не вижу, а просто говорю, что существует всё, что вот назвали и отношения, и государства, и, мне что, третий союз двух государств на сегодняшний день существует. Игорь. Спасибо, Александр Иванович. Алексей. Благодарю вас за предоставленное слово. Сначала о причинах возникшей дихотомии. Подписание дорожных карт — это серьёзное решение, перед которым должна быть в обязательном порядке проведена информационно-идеологическая работа. На практике получилась следующая ситуация. Крупнейшие белорусские негосударственные СМИ, блогеры и мозговые центры годами вели системную работу по дискредитации союза с Россией. Практически каждая новость связана с Россией на силу негативных характер. И за годы такой информационной работы у значительной части населения, а также чиновников, сформировалась определённая позиция. Изменить данную позицию пытались наскоком буквально за полгода. И результаты мы увидим сегодня. Из этого можно сделать простой, но важный вывод. Управляет социально-политической ситуацией тот, кто вкладывает идеи в мои людей. Теперь рекомендации. Во-первых, под проект союзного государства нужно положить понятную идеологическую платформу. Она должна отвечать на главные вопросы. Что нас объединяет, почему союз выгоден для обеих стран, что он даст простым людям и какой у союзного государства образ будущего. Во-вторых, необходимо вкладывать ресурсы не в работу профильных ведомств, а в поддержании и развитии лидеров общественного мнения союзного государства. Потому что практика показывает, что эффективность работы лидеров общественного мнения намного превышает эффективность работы наднациональных ведомств. И, в-третьих, необходимо усовершенствовать методику работы субъектов публичной дипломатии. Перейти от метода самовара и пряника к методам умной силы. И только тогда мы научимся не только слышать друг друга, но и реально на практике формировать единое политико-экономическое пространство. Спасибо. Спасибо. Леонид Борисович Варномский. Включите звук, пожалуйста, Леонид Борисович. Включите звук. Значит, я согласен с мнением Александра Ивановича, что дихотомия, она такая искусственная. Ее нет, потому что разные понятия отношений, это значительно шире, это как бы вбирающее союзное государство, это один из элементов союзного, союзное государство российских и белорусских отношений, причем отношения развиваются вширь, выбирают все новые и новые темы, вопросы, вот, а союзное государство, к сожалению, не развивается, не получило развитие, как было отмечено, по разным причинам, вот, вот, и оно как бы стоит на месте, и в этом смысле, ну, можно было бы в эти дихотомии, если бы мы сравнивали союзное государство и ЕАЭС, например, два интеграционных формата, а здесь в отношения входят и интеграционные, и дезинтеграционные, в общем, все сюда в эти отношения входит, поэтому, мне кажется, это как бы тема надуманная, вот, не совсем точно сформулированная, но насчет союзного государства могу сказать, что, конечно, потенциал большой, вот, и мне казалось бы, чтобы, говоря о соотношении ЕАЭС и союзного государства, здесь очень хороший шанс перейти к цифровой интеграции, и Белоруссия, и Россия имеют большой потенциал информационно-коммуникационный, здесь можно было бы эту тему развить, спасибо. Спасибо, Борисович, ну, Александра Владимировича Гущина, я понимаю, у нас еще нет, тогда Сергей... Добрый день, нет, здесь, здесь, добрый день, я не заметил, да, у меня что-то только с видео не очень, а так сейчас я попробую подключить, немножко связь, да, спасибо, Игорь, большое, можно, да, две минуты? Конечно, да, спасибо, Игорь, добрый день, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение, ну, в принципе, как бы, добавить что-то трудное уже к тому, что было сказано новому, на мой взгляд, у меня такой умеренно пессимистический взгляд на все это дело, действительно, как правильно сказал, было отмечено, что это такая матрешка, а не какое-то противоречие, и одно включено в другое, но на данный момент мы можем констатировать, что не только более узкое союзное государство, но и наши отношения находятся далеко, конечно, не в той стадии, на которую мы все рассчитываем и к которому стремимся. И пока, на мой взгляд, несмотря на попытки обсуждения в рамках дорожных карт, несмотря на то, что, так сказать, есть отдельные позитивные моменты, отдельные проекты, да, реализующиеся там даже в области атомной энергетики и так далее, все-таки вот это число негатива, оно начинает, к сожалению, в том числе в информационной сфере преобладать. И здесь правильно было отмечено, что гуманитарная составляющая, сугубо экономическая, без гуманитарной составляющей, она, конечно, рано или поздно будет приводить к определенным сбоям. Это касается не только, кстати, союзного государства, но и ЕС, потому что, если мы говорим о противоречии внутри союзного государства, но внутри ЕС тоже есть противоречия. Например, понимание того же единого рынка энергетического, который должен быть введен у разных сторон, оно же и в рамках ЕС довольно различное. Здесь позиции наши тоже, зачастую, так сказать, России и российского топливно-энергетического комплекса, например, и белорусская позиция, они различны. Поэтому я думаю, что в ближайшее время в лучшем случае мы можем говорить о решении каких-то сугубо таких тактических вопросов, тем более, что не только Республика Беларусь и Россия, а и в целом регионы, имеют, сталкиваются с целым рядом новых кризисов, новых вызовов, которые будут, конечно, усложнять положение в целом. Малые государства и будут так или иначе сказываться и на наших отношениях. Поэтому вот те попытки диверсификации, которые предпринимаются, особенно учитывая эту сложную политическую ситуацию и преддверия выборов в Беларуси, они, конечно, сегодня в целом не будут способствовать каким-то кардинальным прорывам в наших отношениях. Но это не значит, что стратегически над этим не надо работать, в том числе с использованием экспертного сообщества и различных диалоговых площадок, которые должны, конечно, создаваться в разных сферах и более активно использоваться. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Вы как опоздавший, вот мы уже готовились к этому эфиру, вы потом камеру немножко так поправьте, вам, я думаю, там сейчас нашли ответ. Да-да-да, немножко, чтобы видели не только ваши глаза. Спасибо. Сергей Владимирович Кондратьев. Коллеги, спасибо. Безсложно что-то добавить к тому, что уже было сказано коллегами. Я могу сказать, что, на мой взгляд, понятно, осуществовало ли когда-нибудь полноценное союзное государство, потому что, по факту, если вы посмотрите, ну, последний, мне кажется, очень яркий пример, это то, что происходит сейчас во время коронакризиса, где союзное государство. Мы видим, что и у белоруссий в России, у россиян в Белоруссии иногда возникали какие-то проблемы, связанные с закрытием границ, с этой ситуацией. Союзного государства фактически не было. Были национальные органы власти, которые пытались что-то сделать. Поэтому российско-белорусские отношения есть, они сложные. Союзное государство, мне кажется, есть как некоторая бюрократическая система и все. Я бы здесь говорил про то, что есть привилегированные экономические отношения между нашими странами, которые, на мой взгляд, сейчас все больше дрейфуют в рыночную плоскость. И, наверное, это основной такой вопрос, а может ли Союзное государство как-то демпфировать, сделать этот процесс более управляемым и понятным, менее болезненным для наших граждан, для наших экономик. Или же, в принципе, это так и останется секретариатом, средствами массовой информации, еще какими-то бюрократическими настройками, которые не имеют какого-то отношения по крайней мере к реальной экономике. Мне сложно здесь говорить про политическую систему, но к реальной экономике, наверное, точно. Спасибо. Спасибо, Сергей Вадимович. Сергей Вячеславович Рекидан. Добрый день, коллеги. Звук. Все-таки звук. Сейчас... Вот, уже выключено, да? На мой взгляд, Союзное государство и российско-белорусские отношения, они оказались заложниками незавершенности вот этой союзной интеграции. Потому что тот импульт, который был придан этой интеграции в 90-е годы, он частично был реализован в первые годы нулевых и затем постепенно начал стагнировать прямо, скажем. В нашем центре проводилось исследование по каким направлениям мы больше всего продвинулись за последние 20 лет. И вот оттуда видно, что самый большой прогресс произошел в оборонной сфере сотрудничества и социальной сфере сотрудничества. А вот политическая она вообще практически не реализованная, оказалась экономическая, ну, половина на половину. Барьеры у нас остаются торговые и так далее. И в итоге получается, что союзное государство у нас сегодня это такой геополитический код Шрёдингер. Он одновременно и существует, и не существует. И это создает именно вот это вот непонятное, незавершенное его состояние, создает и проблемы. Потому что политики периодически, особенно в последнее время, к нему, к этому концепту обращаются как к завершенному и говорят, а что же вы поступаете не как союзник, у нас же союзное государство. А де-факто союзное государство не имеет завершенного характера. И для того, чтобы поступать и принимать решения, исходя из союзничества, логики, нету необходимой правовой базы, институциональной и так далее. И завершая, к чему это ведет вот эта ситуация, к тому, что в итоге подрывается доверие и между элитами, и между нашими обществами. Отсюда можно уже идти к вопросам гуманитарного сотрудничества, но я так понимаю, что это мы уже дальше можем отдельно обсудить. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Иванович. Но правда, звук все-таки плохой, надо что-то делать, может быть, по ходу мы сейчас нашего общения разберемся с этим каким-то образом. Ну вот смотрите, вроде бы тема избитая, казалось бы, да, сто раз обсуждали эту тему, а столько мнений, даже не два. То есть не дихотомия, а очень такая многоградная тема, можно и так, и так оценивать и искать какую-то третью составляющую, в этом, и считать это частью процесса, и считать большим союзное государство, а меньшим российско-белорусские, наоборот, союзное государство считает составляющие российско-белорусские отношения. Вот я думаю, сейчас мы и раскроем в ходе нашей уже дискуссии по конкретным темам этот вопрос глубже, да, ну и потом, наверное, получив на него, по крайней мере, проект ответа такого, какого-то, да, мы и сформируем, и сформулируем дальнейшие сценарии развития и предложения нашему руководству России, Белоруссии, как, в общем, в дальнейшем жить. Как бы это громко ни звучало, я прошу прощения, что я не представил еще одного человека, который за нами так внимательно наблюдает, и следит, конечно, Роман Николаевич Гришинин, заместитель исполнительного директора фонда Горчакова. Он, я понимаю, так не очень хочет участвовать в дискуссии, но очень внимательно за нее наблюдает, и поэтому в любой момент, если он попросит слово, мы, конечно, ему тоже его предоставим. Роман Николаевич, пока нечего сказать? Ну, тогда продолжаем, продолжаем. Друзья, ну и переходим уже к разговору. Вы обозначили свои позиции. Уже я могу представлять, и мы можем представлять, что от вас ждать по каждой из тем, но всегда есть интрига, и она, в общем-то, сегодня, я думаю, будет постоянно-постоянно возникать. Нефтегазовые отношения между странами. Противоречия не устранимы, так назвали мы, вопросительный знак, так назвали мы следующую тему нашей дискуссии. Она совершенно не случайно, как ни странно, как ни печально, очень часто отношения с Российской Федерацией, многие сопредельные государства, переводят в разряд отношений в нефтегазовой сфере. И даже наша любимая дружественная Белоруссия, с которой у нас, казалось бы, так много форматов сотрудничества, очень часто по нашей или по белорусской инициативе тоже поднимает тему именно нефтегазовых отношений, где постоянно возникают какие-то проблемы. Почему они возникают и как из этого предмета для из этой темы или предмета такого для дискуссий, которые превращаются в конфликты, создать действительно поле для сотрудничества. Сергей Вадимович Кондратьев обещал нам более подробно обрисовать эту картину. мы ему дадим я думаю минут пять, да? Сергей Вадимович? Да. Вот. И потом спасибо. Сергей Вадимович, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, что может быть даже я буду более краток. Для меня это приглашение казалось немножко таким и неожиданным одновременно, поэтому мое выступление наверное будет таким достаточно концептуальным. Мы знаем, что у нас исторически достаточно непростые отношения не только с Республикой Беларусь, но здесь они наверное проявляются так наиболее ярко и объемно. Если мы будем говорить я бы здесь разделил отдельный нефть, отдельный газ, все-таки для меня это две разные истории, то если мы будем говорить про нефтяные отношения, то они носят такой достаточно квазиренчный характер, потому что наши привилегированные отношения долгое время сводились потому что Республика Беларусь могла получать российские продукты беспошлины и соответственно зачислять эту пошлину фактически при переработке себе в бюджет. И я напомню, что долгое время у нас шли такие достаточно сложные обсуждения относительно объема этой своеобразной субсидии. Должна ли эта субсидия покрывать внутреннее потребление Республики Беларусь, должна ли эта субсидия распространяться на все объемы. И здесь, мне кажется, у нас возникал определенный дисбаланс при обсуждении ситуации в нефтяной сфере, потому что мы знаем, что, например, Республика Беларусь является крупным экспортером в Россию молочной продукции, других пищевых товаров, и тем не менее там такой проблемы не возникает относительно того, как должны выстраиваться, какая должна быть цена, какая цена является рыночной, и Республика Беларусь конкурирует на российском рынке на равных условиях с другими игроками. И, соответственно, периодически возникации кризиса приводили к тому, что Республика Беларусь пыталась демоксифицировать свои поставки, и надо сказать, что вот как раз такой недавний кризис мы наблюдаем прямо сейчас, потому что если вы посмотрите, то долгое время у нас поставки, месячные поставки российской нефти на белорусские миллионов тонн в месяц. Это объемы, которые позволяют загрузить и обеспечить нормальную технологическую работу НПЗ. Сейчас, если мы возьмем март 2020 года, январь-февраль была совсем не очень хорошая ситуация, в марте суммарные поставки нефти на белорусские НПЗ 0,9 миллионов тонн, то есть практически 40% ниже таких нормальных объемов, и из этих 0,9 миллионов тонн, лишь 300 тысяч тонн, ну там где-то 320, по-моему, 325 тысяч тонн пришло по системе трансмирки. Обычно практически все поставки приходили по системе трансмирки. Еще около 300 тысяч тонн пришло также из России, но по железной дороге. Мы понимаем, что в текущих условиях, когда цены на нефть низкие, железнодорожная логистика это достаточно затратно и не очень приятно. И еще 300 других источников, да, это Кривалка и Клайпиде, например, и фактически Беларусь с одной стороны выполнила, по крайней мере, на текущий момент установку, которую давал президент Лукашенко на диверсификацию поставок максимальную, удастся. Ну, как минимум треть приходится сейчас на поставки из вне России, вот, но белорусские МПЗ работают сейчас на таких пониженных оборотах, это, ну, нормальная ситуация, мы понимаем, что сейчас и проблемы есть со спросом, проблемы на экспортных рынках, даже Украина была фактически закрыта, а это основной рынок для белорусских МПЗ, но вопрос, который у нас остается, и который, мне кажется, как раз период низких цен на нефть, нам будет легче решить, это что делать с нефтяными субсидиями. Понятно, что сейчас при низких ценах на нефть, так называемая таможенная субсидия, это фактически разница между таможенной пошлиной на нефть и нефтепродуктой в России очень резко сократилась, просто потому, что цены на нефть упали. Ну, просто, как пример, у нас сейчас экспортная пошлина на нефть, 7 долларов за тонну, да, это очень мало, и, в принципе, понятно, что Республика Беларусь отметит, что все-таки цены на нефть и продукты, они снизились, но снизились в меньшей степени, да, есть не очень хорошая ситуация на рынке бензина, потому что есть избыток, понятно, никто не ездит сейчас на автомобиле, но, тем не менее, текущая ситуация такова, что, в принципе, МПЗ могут оставаться в положительной зоне рентабельности, белорусские МПЗ, не получать значимых субсидий со стороны России, и, возможно, это шанс для того, чтобы прийти к каким-то обычным рыночным отношениям, без премий, без субсидий, без экспортных пошлин, хотя я соглашусь, что здесь возникает, ну, и у Республики Беларусь тогда возникает вопрос, собственно, насколько эти отношения привилегированы, да, и возникает такой многосторонний торт по другим отношениям. Если мы будем говорить про газовую сферу, то исторически здесь у нас была практика заключения однолетних контрактов, да, контракты часто были сфиксированы ценой, так же, как это происходит сейчас, и, собственно, белорусская страна долгое время рассматривала фиксированную цену в качестве такого хеджа, да, своеобразной страховки от ситуации от колебаний на внешних рынках. Мы как-то обычно привыкли, что цены на нефть, они больше склонны расти, чем снижаться, да, и в этом плане, конечно, текущая ситуация, когда был заключен договор на 127 долларов за тысячу кубометров, а по факту цены обвалились, и те цены, которые мы видим на споте, они сейчас существенную низость, они там составляют 80-90, иногда уходят еще ниже долларов за тысячу кубометров, потому что эта ситуация, она достаточно тяжела для белорусской экономики, для белорусской экономики. И в этом плане, мне кажется, здесь вот одна все-таки из возможностей, коллеги начали говорить как раз о выстраивании единого энергетического рынка. Это на самом деле, как ни странно, либерализация, потому что подцентрализация, вот та же жесткая такая система вертикали, которую мы видим в белорусском НДК, она не позволяет страховать риск. фактически все риски получает, ну, либо, например, белорусский либо фактически белорусское государство. В том случае, если бы предприятия белорусские получили больше свободы, в том случае, если бы они получили больше возможностей для выбора поставщиков в России самостоятельных переговоров, то, на мой взгляд, это дало бы и определенную соответственно возможность для такой страховки и для более гибкой ситуации, но для этого, конечно, нам нужен по-настоящему единый рынок, да, не рынок, на котором у нас взаимодействуют несколько, ну, таких монопольных покупателей и продавцов, да, а рынок, ну, как мы его видим, ну, например, даже в Западной Европе, как мы его видим на уровне Российской Федерации, да, я здесь хотел бы сказать, что очень сложный, на мой взгляд, рынок, наверное, энергетический рынок было бы легче выстраивать в начальном в электроэнергетике, да, потому что и степень интеграции, и степень согласованности, технических регламентов, и очень многие другие вещи в электроэнергетике у нас сохранились со времен Советского Союза намного лучше, и, соответственно, в этом плане нам легче было бы выстраивать здесь взаимодействие. Сейчас и у России, и у Беларуси есть взаимный интерес, это Белорусская атомная электростанция, да, это проект, в котором, я думаю, и Беларусь, и Россия заинтересована в том, чтобы он был успешен, да, потому что это, ну, и, собственно, наши совместные деньги, ресурсы, вложенные в этот проект. И этот проект очень важен, я думаю, что если мы вот перейдем в электроэнергетику, я буду готов сказать о нем несколько слов, но вот в качестве такого предусловия я, наверное, сейчас закончу о выступлении, спасибо. Сергей Вадимович, спасибо, и спасибо вам за то, что вы напомнили нам о том, что энергетика это не только нефть и газ, оказывается, есть еще и электроэнергетика, тем более, есть атомная электроэнергетика, да, что является еще и такой прорывной инновационной отраслью, на самом деле, в которой Россия, она занимает ведущие в мире позиции. Вот вопрос у меня, прежде чем предоставить возможность коллегам задать вам вопрос, такой, ну, журналистский, локационный, а, наверное, так, общего характера просто. То есть получается, что кризис Россия и Белоруссия на энергетическом направлении встретили как два государства, а не как союзное государство. Понятно, это уже факт, да, свершившийся, но вот если бы более тесным был, более тесные связи были бы, и единый энергетический рынок действительно бы уже существовал к этому моменту, кто от этого бы выиграл? Действительно ли бы от этого выиграли обе стороны? Или все-таки на данный момент единый энергетический рынок выгоден только Беларуси? Ну, знаете, я сказал бы, что здесь единый энергетический рынок, он, конечно, может быть выгоден российским компаниям, потому что мы видели, ну, до текущего кризиса интерес к поставкам, например, газа в Беларусь со стороны Новотека, других российских независимых компаний, которые, вполне возможно, могли бы предложить более привлекательные условия для белорусских потребителей, поэтому я не сказал бы, что здесь у нас есть такая единая позиция, да, и все действительно однозначно. Если говорить про единый энергетический рынок, то я не уверен, что он также абсолютно выгоден всем белорусским участникам, потому что мы понимаем, что сейчас белорусские, некоторые белорусские компании, они занимают такое привилегированное положение, ну, вот тот же Белтопгаз, например, да, если бы у нас была конкурентная среда на белорусском рынке, то вполне возможно, что его доля на рынке сократилась бы, и некоторые хорошие, такие, значимые потребители от него ушли бы к другим поставщикам, которые могли бы предложить более интересные условия. Я думаю, что здесь вот еще одна тема, которая у нас возникает в случае и наших взаимных межгосударственных отношений, и на самом деле отношений, которые складываются в Белоруссии, собственно, у белорусской экономики, да, белорусского общества, таких вот сложных, это перекрестное субсидирование, это очень важная тема, да, потому что мы понимаем, что очень часто один потребитель платит за другого, и мы на самом деле, ну, все выглядит вроде бы просто, надо заставить кого-то платить больше или кому-то дать, да, возможность платить меньше, но по факту это очень сложная проблема, и мы понимаем, что в Белоруссии вот эта проблема перекрестного субсидирования и между разными отраслями экономики, и между промышленностными населения, она такая очень сложная, многообразная, и вот как ее решать, да, это, мне кажется, тоже такой вопрос, это вопрос, наверное, ну, во многом все-таки белорусской повестки дня, даже не союзного государства, да, но тем не менее, он очень важен, потому что он фактически влияет и на наши взаимные отношения. Спасибо. Коллеги, у кого есть к Сергею Вадимовичу вопросы? Задавайте. У меня есть. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот, во-первых, спасибо за ваше выступление. Вопрос такой, а может ли быть рынок какой-то единый при таких ярко выраженных монополистах, как Газпром. Видимо, нам надо вначале как-то реформировать эту отрасль у себя в стране, прежде чем ставить задачу создавать международный рынок. Это первый. А второй, вот, было в 98-м году подписано соглашение, ну, тогда подписывали все и быстро, вот, о единых условиях экономического развития в рамках союзного государства. Различия в ценах, естественно, различают эти единые условия. Вот, вы говорили, единый рынок электроэнергетики, но, если из газа делать более дорогую электроэнергию, то она будет тоже дороже в Беларуси. В общем, довольно сложная тут, есть позитивные, правильные аргументы и у белорусской страны и у нашей. И как эту дилемму, вот здесь действительно дилемма, как ее зрелить, вот, как вы думаете, Сергей Леонид Борисович, большое спасибо за вопрос, очень интересный вопрос, на самом деле. Вы знаете, по поводу, например, газового рынка, я здесь позволю себе не согласиться, потому что у нас есть пример, ну, по крайней мере, российского газового рынка, внутреннего, на котором мы видим достаточно жесткую конкуренцию между Газпромом и независимым производителем. Мы понимаем, с чем это связано, да, это связано с тем, что у Газпрома есть регулируемая цена, и фактически независимые производители отстаивают свою ценовую политику от регулируемых цен Газпрома. Понятно, что в случае, если мы переходим на межгосударственный рынок, да, создание такого единого рынка, то здесь у нас должны быть другие механизмы, но, вы знаете, я бы сказал, что традиционно в наших государствах на постсоветском пространстве очень сильное тарифное регулирование, да, и такая тарифная политика, и достаточно слабое антимонопольное регулирование, да, я думаю, что даже при таких крупных игроках на рынке и при наличии сильного антимонопольного регулятора, а Республика Беларусь в принципе может построить такую систему, выстраивание комплиентного рынка вполне возможно, рынка в интересах и потребителей и экономики, потому что текущие цены для потребителей, они привлекательны для многих российских поставщиков, да, я согласен, что, наверное, это серьезный вопрос, что будет, если, например, крупные российские компании начали бы активно приходить на белорусский энергетический рынок, конечно, это, наверное, было бы определенным вызовом, да, и для белорусской регуляторной системы, и для белорусских компаний, но, тем не менее, как вариант развития событий я бы это рассматривал, что касается рынка электроэнергетического, то у нас здесь перед глазами есть пример Европейского Союза, цены на газ в разных странах различаются очень сильно, и, тем не менее, единый рынок с определенными ограничениями, он все-таки возможен, я соглашусь, что здесь очень серьезный вопрос, да, это действительно очень серьезный вопрос, и, на мой взгляд, вот белорусская АЭС, он как раз может смикшировать эту проблему, да, потому что, конечно, когда 98% всей вырабатываемой электроэнергии, это электроэнергия газовых электростанций, цена на газ является критически важной, да, сейчас, в нынешних условиях, все-таки, Беларусь получает больше, после ввода белорусская АЭС, Беларусь получает больше возможностей для ребаланса системы, и для возможностей выстраивания рынка, и, опять-таки, вы знаете, я здесь в чем соглашусь, что должна быть, должна быть, наверное, какая-то у нас и интеграция, да, вот это, она должна идти параллельно на разных рынках, да, потому что, действительно, если мы откроем только рынок электроэнергии, это может создать проблемы для газовых электростанций, но здесь, по примеру Европейского Союза, у нас есть, была бы возможность, например, открывать рынок и либерализовывать его для крупных потребителей, но, опять-таки, вот в этом случае вопрос перекрестного субсидирования, он встает очень остро, да, потому что мы понимаем, что если крупные потребители, они освобождаются от этой нагрузки, то цены для населения, для малого бизнеса могут очень серьезно вырасти, и эта проблема и политическая, и социальная, и эта проблема есть и в России, и, на мой взгляд, вот ее как-то надо обсуждать и вырабатывать общее решение. Спасибо. Сергей Владимирович, оттолкнемся от ваших слов даже про цену на газ, вообще про газ. Сейчас этот вопрос прямо буквально стал актуальным из текущей повестки. Звучат вопросы из Белоруссии, звучат от первых лиц вопросы по поводу цены на газ, по поводу цен на газ для европейских потребителей. Вообще, вот как как в этом разобраться, как установить справедливую цену на газ для Белоруссии в условиях вот той самой двойственности, назовем ее так, отношений, да, как с частью союзного государства и в то же время как с независимым государством. Вы знаете, я думаю, что первый момент, все-таки давайте лучше говорить о рыночных ценах, не о справедливых, да, потому что справедливые цены, они здесь, ну, у каждого могут быть свои и мы понимаем, у нас очень обостренное чувство справедливости у всех, мы понимаем по-разному, да, эти справедливые цены. Рыночная цена, наверное, здесь я бы говорил о том, что мы часто сравним ситуацию в, например, в Восточной Европе, не только в Белоруссии, да, но и мы видели такие же кейсы, например, в странах Прибалтики, на Украине, когда мы сравниваем ситуацию с Германией, да, Германией, с Западной Европой, но надо понимать, что у нас в этом случае, во-первых, у Германии действительно есть дефицированная сложная система справок, в которой включают много вариантов поставок и достаточно либерализованный рынок, который страхует ее от каких-то либо, на самом деле, очень сильных провалов цены, либо резких скачков. И в случае с Германией, мы понимаем, что у Газпрома фактически нет единого контракта с Германией, да, это несколько договоров, в которых разные механизмы ценообразования, да, это, соответственно, не только долгосрочные договоры, потому что я обратил бы ваше внимание, что цены по долгосрочным договорам с так называемой нефтяной привязкой, да, они формируются в привязке к ценам на газой, да, и, соответственно, на котельное топливо, на мазут с лагом в 6-9 местах. Эти цены все еще высокие, потому что полгода назад цены на нефть были достаточно высокие. Спотовые цены действительно низкие. И вот здесь, на мой взгляд, какая-то рыночная справедливая цена это формульный механизм, да, то есть, если бы у нас, например, в Беларуси была договоренность о том, что есть привязка к ценам на рынках, да, есть привязка, например, к тем же ценам на нефтепродукты, то это позволяло бы более гибко, да, индексировать эту цену. Понятно, что в условиях, когда мы договариваемся, например, на год вперед о какой-то фиксированной цене, нам достаточно сложно говорить о том, что если конъюнктура сильно изменяется, что надо делать, да, вот надо сейчас фактически пересматривать эту цену. Сергей Вадимович, тем не менее, вопрос, сейчас кризис, да, действительно, и все это обострилось, и понятно, и мы вообще в целом говорим об отношениях в период кризиса, но и без кризиса ведь 80 для Германии 127 для Беларуси. Ну, как-то, вот это все объясняет, вы считаете, все, что вы сказали, объясняет такую вот дисгармонию, такой дисбаланс? Вы знаете, я считаю, что мы договорились об определенной цене на правительственном уровне, да, Россия и Беларусь, и вот сейчас по этой цене происходят поставки, и более того, эта цена, которая была подтверждена беларусью руководством, понятно, что ситуация изменилась, и понятно, что в этих условиях Беларусь могла бы вести переговоры об изменении подхода к ценообразованию, но я говорил бы о том, что здесь надо, ну, например, не передоговариваться сейчас нам, что, например, цена для Беларуси будет 50 долларов или 60, или как в Смоленской области, где, на самом деле, она конечная оптовая цена, она выше, да, чем 80 долларов для Германии, а нам надо договариваться о какой-то формуле, о какой-то оптимизации, да, чтобы каждый раз этот вопрос не привлекло внимание первых лиц, да, фактически нам надо максимально уходить от политизации отношений в энергетике, поэтому это странная ситуация, я здесь с вами согласюсь, но выход, на мой взгляд, не в том, чтобы сейчас пересмотреть цену и заставить Казпром поставлять по 50 долларов, да, например, а выход в том, чтобы договориться об изменении механизма ценообразования. спасибо, Сергей Владимирович, на самом деле все понятно, я не первый раз уже и многие другие слышали, все заключается, все наши проблемы в том, что мы почему-то не можем договариваться и все наши отношения политизируем, но вот я не знаю, иногда создается впечатление, что кому-то выгодно, например, чтобы отношения были политизированы, но это пока такая реплика заноза, которая будет висеть в воздухе, вполне возможно весь наш разговор, а давайте выйдем все-таки из этой нефтегазовой и в целом энергетической западни и поговорим шире о торгово-экономических отношениях, развиваем единый рынок или каждый защищает своего производителя, вот об этом хотелось бы поговорить, как найти баланс в российско-белорусских торгово-экономических отношениях не только на нефтегазовом и в целом энергетическом рынке а вообще в торгово-экономических отношениях. У нас на очереди Елена Адольфовна Семак, которая обещала эту позицию каким-то образом нам представить широко. Пожалуйста. Звук, 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 Елена Адольфовна, звук. Так, пока нет звука. Вот, так, нет, еще раз включите, один раз нажим, вот, все есть. Есть, слышно? Есть. Да. Да, да. давайте мы сразу говорить о том, что страны вошли вот в эти отношения, имея базу, ну, бывшего социалистического, скажем, ракурса или взгляда на эти отношения. И когда заводят речь об интеграции, ну, вы все помните Совет экономической взаимопомощи, СЭФ, и очень многие аспекты продолжали решаться в этой программе. С другой стороны, мы хотим строить новые отношения уже на базе рыночных отношений, так, где просчитываются все эффекты, там, эффекты, значит, перевода торговли, соединения, комбинирования и так далее. Поэтому я думаю, что вот сейчас, в последние десятилетия, особенно в связи с развитием Евразийского экономического союза, постепенно страны начинают осознавать, что интеграция строится на другой же платформе, на той платформе, которую начал делать Европейский союз, а именно с учетом всех рыночных основ. Поэтому я согласна вот с замечаниями многих тех, кто до этого выступал по энергетическому рынку, о том, что вначале нужно решать чисто рыночные проблематики институтов создания четкого антимонопольного законодательства, четких договорных отношений, то есть решать или создавать ту базу, которая необходима для нормальных рыночных отношений. Теперь то, что касается единого рынка. сама по себе идея ведь прекрасная. Единый рынок это в первую очередь заявка бизнеса на то, чтобы снять ненужные барьеры, снять проблематику. Но мы все прекрасно понимаем, что в разных странах свои преимущества у тех или иных отраслей. То есть в условиях торговли каждая отрасль каждой страны имеет свои определенные преимущества экономические. И поэтому при создании единого рынка одни отрасли легко решают эти вопросы, другие отрасли сразу сталкиваются с резким ухудшением конъюнктуры и повышением конкурентоспособности. Поэтому создание вообще единого рынка это медленный трудный переговорный процесс. Вот посмотрите на Всемирная торговая организация. Сессии идут от 5 до 10 лет, когда обсуждаются какие-то отраслевые проблематики. Наши страны, вот вы вошли, мы еще все входим, у нас все еще ведутся переговоры по ВТО, и там тоже масса проблем возникает. Поэтому вот эта проблема противоречия, противоречия все устранимы, нужно время. И вот это время, когда в одной отрасли возникает проблема, начинаются люди садиться за переговоры, бизнес, государство, представители неформальных предпринимательских структур, например, идут переговоры год, два, три. Естественно, что в этот период не очень понравилось выступление по первому вопросу, когда в это время оппозиция подхватывает эту проблему и начинает ее муссировать. переговоры идут, они не могут решить эту проблему за день, за два или за месяц. Это очень сложное согласование и очень сложный просчет. Иногда институты целые сидят по полгода год рассчитывают, чтобы эти тарифы и всем взаимоотношения были выгодны странам. Ну, конечно, в это время на подъем идет, все это начинает бурно обсуждаться и когда наконец заключаются договоры, уже все забыли про эту тему. А реально договор заключен, проблема решена, она снята, но она потребовала времени. Поэтому, на мой взгляд, единый рынок сейчас выстраивается, выстраивается по отраслям, выстраивается по предприятиям, более того, сейчас делаются титанические усилия, ведь единый рынок, в основе его лежит производственная кооперация, не торговля как таковая. Вопросы торговли можно решить достаточно быстро, там тарифы, там лицензии, там административные меры, а вот скооперироваться, чтобы у нас были реальные цепочки поставок между предприятиями, чтобы мы объединялись в крупные ТНК и смогли вместе конкурировать на рынке. вот это основа единого рынка. И здесь в данном случае вот потенциал, чтобы не потерять по химическим отраслям, по машиностроению, по военным отраслям, по электронике, то есть вот те все связи восстановить, ведь единый рынок, ладно, мы продаем друг другу, у нас в общем-то продажи эти не столь большие, скажем так, не столь важные, например, для России и поставки белорусской продукции некоторой, да, вот, для Бераруси, конечно, российский рынок это все, это максимальный экспорт, максимальный импорт, скажем так, основные статьи российские, но все-таки с моей точки зрения в данном случае Евразийская экономическая комиссия делает больше, то есть на мой взгляд союзное государство не имеет сейчас таких структур, которые бы решали проблемы единого рынка, то есть ну они больше все-таки решают какие-то, ну честно вам сказать, гуманитарные больше аспекты, а реальный переговорный процесс идет на площадках Верка, там действительно эти проблемы решаются и прогресс очевиден, потому что каждый год снимается уйма проблем и уйма противоречий, вот, и я бы сказала, что все-таки мы постепенно, медленно мы идем к единому рынку, в конце концов, Европейский Союз выстраивает это уже, слава Богу, со времен Второй мировой войны и то, вот сейчас мы проводили исследование по единому рынку услуг в Европейском Союзе, у них очень много еще проблем нерешенных, поверьте, а мы еще только в самом начале пути. спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Елена Анатольфовна, коллеги, какие вопросы есть в развитии этой темы или все-таки мы обсуждая нефтегазовые отношения уже и обсудили и в целом тему торгово-экономических отношений или можно спросить? Пожалуйста, у кого вопросы? Если нет вопросов, перейдем к следующей теме, наверное. Я думаю, что Елена Анатольфовна просто хорошо дополнила вот эту тематику нефтегазовых отношений в том смысле, что действительно говоря о едином рынке энергетическом или в целом о торгово-экономических отношениях надо все-таки думать имея в виду и новые интеграционные проекты, рассматривая их как вариант решения тех проблем, которые вполне возможно по каким-то субъективным или объективным причинам не решались в масштабах союзного государства. Не надо забывать о том, что мы уже дальше от того этапа создания союзного государства, которая была во времена первого российского президента. Ну что, переходим к следующей теме. Тема у нас тоже довольно интересная. Проблем, в которой, казалось бы, быть не должно никаких. Единое гуманитарное пространство союзного государства, я не зря обозначил эту тему как мифы и реальность. Потому что, вот если не углубляться, мы близки культурно однозначно, мы не то, что братья, наверное, просто единоутробные и как там однояйцевые близнецы практически в культурном смысле. Но, оказывается, это не мешает, не препятствует наличию проблем на гуманитарном пространстве. некоторое время назад общался с белорусскими и российскими экспертами по этой теме, выяснил, например, о противоречиях, которые существуют в научной среде, о различном подходе к защите научных работ, диссертаций, о различной цене дипломов. Не может этого быть, сказал я. Но, оказывается, даже это существует. А что же еще такого мы не заметили на нашем едином гуманитарном пространстве? Каких проблем мы не заметили? Какие занозы еще присутствуют? Или не еще присутствуют, а присутствовали все это время, но мы почему-то на них не обращали внимания и пришли к нынешнему положению вещей. Сергей Вячеславович Рикеда обещал нам объяснить, что же происходит. Да, сначала я техническую ремарку поведу, что все-таки в рамках союзного государства, по крайней мере, вот в рамках того договора, который был подписан в 1999 году, гуманитарные вопросы, они в себя включают не только вопросы культуры, истории, образования и так далее, они еще включают в себя и социальный блок, то есть медицину, школьное образование, университетское. Вообще правильно было бы это разделить, потому что там несколько разнится ситуация в этих двух частях гуманитарной сферы, но так как зафиксировано это все в одну сферу, будем говорить в целом. Так вот, что такое союзное государство? Как раз мы уже затронули эту тему, когда обсуждали энергетические проблемы. Союзное государство это, по сути, механизм автоматического согласования позиций, чтобы не президенты там или премьеры периодически встречались и каждый вопрос в ручном режиме контролировали, а были механизмы согласования и выработки удобной для обеих сторон позиций. И вот эти механизмы, они как раз в гуманитарной сфере присутствуют больше всего. Прежде всего вот в той самой социальной сфере, когда мы, это довольно часто, в общем-то, произносится, говорится, что мы имеем действительно право на получение скорой медицинской помощи в России, в Беларуси, выступаем, в общем-то, на равных при поступлении в ВУЗы, можем устраиваться на работу. И здесь у нас не столько проблема мифологизированности, о которой заявлено в теме мероприятия, сколько проблема правоприменения, потому что, учитывая, что союзное государство не слишком на слуху, прямо скажем, при том же трудоустройстве иногда работодатель просто элементарно не знает, что белорусам нужно применять те же самые условия, что и гражданину Российской Федерации. Отсюда в общем-то идет нарушение правовой базы союзного государства. Эти все вещи фиксируются на уровне постоянного комитета и потом выносятся на, соответственно, межправительственный уровень рабочих групп между министерствами и решаются в рамках этого. Но есть и вещи, связанные больше всего как раз с культурными вопросами историческими, где механизмов по сути своей нету и их довольно сложно сформировать, потому что когда мы говорим о том, что почему гражданину Беларуси нужно сдавать ЕГЭ, допустим, для того, чтобы поступить в университет, хотя вроде бы он сдал уже ЦТ свое в Беларуси, почему он не может с этими результатами прийти, тут мы упираемся в то, что у нас различные, не полностью естественно различные, но не совпадают образовательные системы, программы не совпадают. И здесь есть пространство для их унификации, но прежде всего в естественных все-таки науках, потому что тематика, физика, язык цифр, он в общем-то один и тот же. А вот в гуманитарных темах это сделать естественно сложнее, потому что язык вроде бы тоже один русский, но тем не менее исторические акценты различные, исторический путь тоже не всегда совпадает. И, естественно, ну или там вопросы литературы, естественно, беларус не учит историю России для того, чтобы поступать потом там к нам на исторический факультет, допустим, он не может выступать на равных. и как тут совместить, унифицировать программы по истории Отечества, возникает, в общем-то, очевидная проблема. И это вопрос образования. Третий вопрос, это информационная система, информационное поле очень актуальный сегодня, особенно в силу последнего такого громкого инфоповода по лишению аккредитации российского журналиста в Беларуси. Тут как раз мы сталкиваемся с той проблемой, о которой я говорил в начале. В информационной сфере союзного государства представлено очень и очень слабо. Какого-то механизма согласования информационной политики между Россией и Беларусью фактически не существует. Существуют просто наднациональные СМИ, официальные СМИ союзного государства и газеты, и телевидения и так далее. Но которые, конечно, не доминируют в нашем информационном пространстве. И в итоге возникает как раз вот такая проблема, что мы говорим, ну а как же так? Мы же союзное государство, почему у нас идет какая-то критика и расстогласованность в информационном пространстве? И ответом на это является как раз тот факт, что да, по договору мы союзное государство, но те цели, которые были в информационном пространстве заложены в соответствии с этим договором, у нас не реализованы на сегодняшний день и нужна отдельная проработка правовой базы. Наверное, она была в рамках тех дорожных карт, которые были подготовлены для президента, но не были подписаны. И если бы мы их реализовали, тогда бы мы могли предъявлять друг другу претензии относительно того, что мы не соблюдаем союзное информационное пространство. Но его на сегодняшний день единого, общего, если есть, то очень на слабом уровне. И последний момент — это вот наши эти экспертные площадки, наше экспертное взаимодействие. Почему я поставил его в конец? Потому что он, например, связан с той проблемой доверия между элитами и обществами, о которой я говорил в начале. Так как из-за вот этой довольно длительной пробуксовки интеграционного процесса, которые длились последние почти 20 лет, подорвано вот этот и образ союзного государства, как серьезной интеграционной такой структуры, эффективной, так и доверие между элитами. Как, соответственно, мы не можем ни там, те же карты подписать, никуда дальше двигаться, пока не установим это доверие. Потому что, когда мы начинаем нефтяной, налоговый маневр в нефтяной сфере, белорусская сторона рассматривает это то ли как действия, направленные против себя, потому что вроде затрагивает их интерес, а на самом деле это действия, которые вроде бы абсолютно внутренние. Вот. И такие же действия там также двойственно воспринимает российская сторона, белорусские шаги, когда Беларусь пытается вроде бы вывести на нормальный уровень отношений с Европейским Союзом, но в России это могут воспринимать как уход на Запад. Ну, то есть, это все произрастает как раз из-за недоверия. И доверие мы можем накапливать только в данных условиях, как мне кажется, может быть, кто-то поспорит, только идя снизу от общества, от гуманитарных проектов и от усиления вот этой гуманитарной составляющей, в том числе и развитие экспертных площадок, причем не только в политологии. Эти двусторонние площадки нужно развивать вообще даже не только в гуманитарных науках, но и сводить вместе физиков, математиков, социологов, экономистов и так далее. Поэтому, возвращаясь к нашей основной теме дихотомии, связывая ее с гуманитарной наукой, я считаю, что все-таки гуманитарное отношение – это фундамент, развивая который мы сможем решить ту дихотомию союзного государства российско-белорусских отношений, которое было поставлено в начале и перезапустить, дать новый импульс развитию российско-белорусской интеграции. Спасибо. Коллеги, звука? Сергей Вячеславович, я дополню вас, если можно. Как модераторы скажут. Модератора не вижу как-то. Тогда возьмем власть в свои руки. Нет, подождите, подождите, подождите. Есть модератор здесь, но если его нет, он меня просто не предупредил. Прошу прощения. Так, у нас гуманитарное... Я хотел бы дополнить, Сергей, если бы. Кто, вы, вы, Саша Александрович? Да, да, да. Да, но я буду вам признать, это очень короткие... Что, что дополнить, я еще хотел поддержать мысли Сергея Вячеславовича в том, что сразу он еще в начале такой посудка, что органы власти и управления в Беларуси, в России, в общем-то, даже не знают, что есть неопределенные соглашения, договора, которыми нужно руководствоваться, в том числе и в повседневной деятельности. И, в частности, это больше всего касается, кстати, медицинского обслуживания. Мне, слава богу, здесь за два года, что я живу в Москве, еще не далось с этим постричаться. Но по рассказам моих коллег из Беларуси, то здесь довольно сложно. Кто знает, кто знает в медицине, да, что есть такие соглашения, все выполняется по полной схеме в объеме общей медицинской страховки российской, для гражданина России. Но об этом, самое интересное, очень мало кто знает. Вот еще, Сергей Вячеславович, хочу сказать, помните, вот вы выпускали книгу по вам, по вам, там гражданам Союзного Государства, да, там такая брошюра была. Вот я, по-моему, тогда у вас взял шесть или семь штук, разошлись как пирожки, никто ничего не знает. Очень низкая информированность не то, что населения, а органов, власти и управления, что вот этим нужно, не то, что можно, нужно руководствоваться. Вот о чем мы хотели добавить. Ну, соответственно, конечно же, по информационному пространству тот же канал телеканал «Мир» вот в Беларуси, он находится в социальном пакете. Он в каждой квартире присутствует. «Мир» — это канал СНГ, у Союзного Государства. В России такого нет. «Пеларус ТВ» здесь вообще на какой-то 62-х но. То есть информация даже не по Беларуси, а по Союзному Государству, я уже не говорю о Союзном Вече, и о газете, там, журнале Союзного Государства. Это всё не имеет никакого влияния, никакой эффективности, поскольку они неизвестны, и неизвестны большей частью на территории России. Вот. Поэтому ещё раз как раз хотел бы вернуться к этому, что самое главное — это низкая информированность. Низкая информированность, что делает в Союзном Государстве в системе этих отношений Союзного Государства, какие получили люди права в этом. И, соответственно, органы власти и управления тоже нижайший уровень информированности и исполнения. Вот в этом гуманитарной сфере на сегодняшний день, кстати, это первейшая беда, а потом бы уже остальное же с экзаменами и так далее закончили. Спасибо. Спасибо, Игорь Владимирович. Очень признательный вам за комментарий. Слушаем еще вопросы к Сергею Вячеславовичу или какие-то комментарии. Ну, у нас еще будет возможность. Александр Владимирович Гущин записывался по этому же вопросу. Буду признателен вам за соблюдение регламента, потому что время достаточно быстро идет. Пожалуйста, прошу вас. Алло. Слышите меня? У нас что-то случилось с трансляцией. Алло. А я не вижу, честно говоря, Александра Владимировича в списке. Не вижу, да? Хорошо. Он был кладом ушел. Вы знаете, да, я тогда, с вашего позволения, тоже скажу пару слов, учитывая то, что у меня есть возможность узурпировать власть. Вы знаете, за отдельное спасибо за техономию. Я только недавно к экзистенциализму привык, без Жанна Поля Сарта и Кихегора. Тут новое совершенно понятие, буду стараться его употреблять. Если говорить о гуманитарном пространстве, я согласен с Сергеем Вячеславовичем. Вообще, на самом деле, проблема, мне кажется, заключается в том числе и в отсутствии институтов, серьезных государственных институтов, которые бы изучали или как-то исследовали проблему белорусскую, проблему украинскую. Украинская уже, наверное, не актуальна, их и не было. Я ни в коем случае не хочу сказать, что не существует Центра постсоветских исследований. Господин Вардемацкий присутствует здесь, профессор. Конечно же, совершенно прекрасный Центр изучения перспектив интеграции, которым будет руководить Сергей Вячеславович. Все это есть, но, к сожалению, все это остается на каком-то фоне тотальных пропагандистов, которые, являясь, по-моему, какими-то средневековыми такими шаманами, захватили власть в этом сегменте и рассказывают людям совершенно страшные вещи о ситуации в Беларуси и в России. Хотя в России это, безусловно, великая страна, мне очень нравится это говорить, потому что я русский, живу здесь, в Беларуси, и никогда не чувствовал, что здесь какие-то проблемы у меня с этим возникают. Но, тем не менее, дихотомии, наверное, с Китаем не случится, потому что я вчера вот сел и посчитал, сколько институтов Конфуции, насчитал 30, в России бросил. Конечно, очень важные моменты с изучением европейских аспектов, очень важно решать вопросы с Западной Европой, белорусских, вот таких вот структур, которые бы занимались научными этими вопросами в России, пока я вот кроме перечисленных не нашел. И вы меня спросите, но ведь, наверное, есть аналогичные проблемы и в Беларуси. Вы знаете, у нас существует система. У нас, я вот вчера зашел в среднюю школу, в которой я работаю учителем истории, и зашел на второй этаж, там кафедра литературы, и уперся в 14 портретов российских классиков, русских классиков, русской литературы, начиная с Горчакова и заканчивая Шолохов. И там еще огромная такая стена, их там еще влезет человек 30, наверное, вплоть до Пелевина, по-моему. У проходящей учительницы я спросил, а что вы, чего вы начинаете изучение русской литературы в ваших белорусских школах? Слово, Палку Игореве, и потом так далее, причем под нее подмышкой был учебник, я полистал очень огромное, очень большое количество белорусских, российских писателей, русских писателей, современных, классических. Мы с точки зрения культуры абсолютно русские люди. Мы очень хорошо знаем историю России. У нас ее преподают в средней школе на достаточно таком хорошем уровне. И практически для нас нет, для нас, для белорусов, русских, которые здесь живут, украинцев, поляков, евреев, которые населяют Беларусь, мы погружены в русскую культуру. И очень важно то, что это погружение является не сиюминутным, а системным. Это будет продолжаться, на это будут тратиться очень большие деньги, и они тратятся сейчас. Большой вопрос, как в нашей системе образования, но она существует. И эта система направлена в том числе и на то, чтобы мы оставались единым народом до приобретения, скажем, нашей национальной идентичности. Спасибо большое. Я предлагаю, если вопросов больше нет, я предлагаю приступить к следующему проблеме, связанной с Европейским Союзом, и предоставить слово господину Авласенко. Если он меня слышит, прошу вас. Да, да, слышу. Да, будем признательны вам за регламент от 2-3-3 минуты. Хорошо, большое спасибо, Сергей. В своем выступлении хотел бы прокомментировать проблему, которая была поставлена в рамках данной дискуссии. Россия, Беларусь, Евросоюз, треугольник раздора или сотрудничества? Ну, прежде всего, следует обратить внимание, достаточно интересно была выбрана вот эта метафора треугольника. Если характеризовать эти отношения в качестве треугольника, в таком случае треугольник получается достаточно асимметричный. Асимметричный, во-первых, с точки зрения вершин этого треугольника, потому что, если в качестве вершин представлять Беларусь, Россию и Евросоюз, эти вершины совершенно различны по своим географическим параметрам, по величине территории, по величине населения, по, соответственно, там, БВП на душу населения и так далее. И по своему внутреннему, скажем так, по своей внутренней структуре. Но, помимо этого, асимметричными в этом треугольнике являются еще и его грани. Грани имеются в виду российско-белорусские отношения, белорусско-европейские отношения и отношения России и Европейского Союза. Причем, если концентрироваться на двух из вот этих вот граней, это отношения Россия-ЕС и Беларусь-ЕС, мы видим, что они развиваются по достаточно различной траектории в последнее даже, наверное, десятилетие-два. В последнее время в средствах массовой информации поднимается проблема о том, что, дескать, Беларусь уходит на Запад, она отрывается от Российской Федерации, выстраивая более глубокие отношения с Европейским Союзом. Но на самом деле, если посмотреть внимательно на историю выстраивания отношений Россия-ЕС, Беларусь-ЕС, то в каждой из этих граней были свои подъемы и падения. Если посмотреть на 2000-е годы, это было время, когда Европейский Союз уже ввел санкции в отношении Республики Беларусь, но в то же время российско-европейские отношения переживали тренд, направленный на попытку углубления взаимоотношений, попытку выстраивания четырех общих пространств сотрудничества. Ежели посмотреть на уже период 2010-х годов, особенно после 2014-го года, здесь мы видим противоположный тренд. Мы видим, что соответственно российско-европейские отношения после 2014-го года ухудшились, причем санкции, которые ввел Европейский Союз против Российской Федерации, незначительно более масштабные, нежели те, которые были введены в отношении Беларуси в 2000-е годы. А что касается белорусско-европейских отношений, то наоборот здесь пытаются в обе стороны нащупать какие-то точки соприкосновения. Но я хочу сказать, что вот эта попытка, попытка нащупать общие точки соприкосновения, она ведь связана не только с 2014-м годом. Мало кто помнит, но тем не менее вот на том судьбоносном Вильнюсском саммите ноября 2013-го года, после которого и начался Евромайдан в Украине, соответственно, и было достигнуто уже первоначальное соглашение о том, что начнутся переговоры об упрощении визового режима между Республикой Беларусь и Европейским Союзом. Ну, на самом деле, эти переговоры очень надолго затянулись, но на самом деле тогда еще в 2013-м году были сделаны первые шаги, когда еще никто не знал, что на самом деле Евромайдан начнется. Вот, то есть на самом деле европейско-белорусские отношения они тоже развиваются по своей логике. Беларусь, она как отдельное государство выстраивает ту систему внешнеполитических взаимоотношений, которую руководство считает необходимым. Ну, и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, он заявлял не раз, что именно многовекторность, она является одной из ключевых параметров нашей внешней политики. Поэтому, как бы, подводя итог своему краткому выступлению, я на что хочу акцентировать внимание. Хочу поддержать Сергея Рикиду, который отметил, что как раз-таки вот некоторая ситуация недоверия, может быть, между элитами, она как раз провоцирует вот это вот понимание того, что углубление отношений российско-европейских либо белорусских она сыграет во вред с, например, российско-белорусским отношениям. На самом деле это не так. На самом деле следует исходить из того, что российско-белорусские отношения, они представляют ценность сами по себе. И, следовательно, необходимо искать какие-то общие точки интеграционного взаимодействия, углубления отношений. А что касается европейско-белорусских отношений, российско-европейских отношений, здесь уже они должны выстраиваться по той логике, которую сами стороны посчитают необходимой. Спасибо. Сергей. У вас звук выключен. Спасибо большое. Будем признательны за комментарии и вопросы. Можно вопрос один? как раз если продолжать вот эту метафору с треугольником и концепцию многовекторной политики, можно ли сказать, что целью этой концепции многовекторной политики является привести этот треугольник России, Беларусь и ЕС в состояние равностороннего треугольника? В какой-то степени такую аналогию провести, я думаю, можно. Дело в том, что если посмотреть внимательно, ну я затронула чисто экономические отношения, давайте сначала, чем прежде, внешнюю политику комментировать. Если посмотреть на нашу стратегию развития внешнеэкономических отношений, то уже в концептуальных документах прописано то, чтобы по трети нашего экспорта приходилось на Российскую Федерацию, Европейский Союз и на так называемые страны дальней дуги. Конечно, в конечном итоге то состояние, которое сейчас наблюдается, оно еще не позволяет говорить о вот этом балансе треть, 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 но тем не менее такая цель поставлена. Ежели говорить про политическую составляющую, прополитическую составляющую, то определенный тренд такой балансировки он имеется, он имеется, но вместе с тем в Республике Беларусь существует четкое понимание того, что в некоторых сферах сотрудничество с Российской Федерацией априори будет более глубоким, чем с Европейским Союзом. Например, это военно-политическая сфера, военно-политическое сотрудничество. Поэтому в плане, ну скажем так, поддержания просто политических отношений, дипломатических отношений. То есть тенденция к такой реабалансировке имеет место. Но вместе с тем, если говорить о конкретных сферах, там уже содержание отличается. Есть сферы, где Республика Беларусь понимает, что союз с Российской Федерацией углубленное сотрудничество будет априори более глубоким, межели с европейской стороны. Спасибо. Комментарии, вопросы? У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, кто из стран ЕС наиболее заинтересован в либерализации отношений с Беларусью? Ну, как правило, если затрагивать государство членов Европейского Союза, конечно, у них у всех позиция достаточно различная. Есть страны, которые достаточно далеко над Республикой Беларусь находятся, там, в частности, Португалия, которая вообще не акцентирует свою позицию по данному вопросу. Но вместе с тем, как правило, заинтересованы в развитии отношений с Республикой Беларусь те страны, которые находятся ближе всего и, соответственно, граничит с ней. В частности, я бы выделил, наверное, Польшу и выделил бы Латвию. Латвию, вот эти два государства, которые выступают за активизацию, за развитие белорусско-российских отношений. Но вместе с тем, вместе с тем, конечно, если так более широко рассматривать, существует еще и целый ряд других государств, ну, таких достаточно влиятельных в рамках Европейского Союза, которые, ну, не только вот сейчас ситуативно, последний год-два как-то поддерживают развитие, активизацию белорусско-европейских отношений, ну, в принципе, там, за последние десятилетия выступали за активизацию белорусско-европейских отношений. Это, прежде всего, те страны, которые инициировали и поддерживали, например, политику восточного партнерства, такие государства, как, например, Швеция либо Германия, вот, но это, скажем так, если брать на таком более высоком уровне обобщения, я думаю, они тоже выступают за то, чтобы вот не только с Республикой Беларусь, но и с другими участниками восточного партнерства Европейский Союз более активно развивал отношения. Ну, и тогда в этой связи, ну, скажем, у Польши все-таки преобладают геополитические интересы или экономические, вот, имея в виду развитие отношений с Белоруссией? Ваши представители? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, сейчас ситуативно все-таки более геополитические, наверное, больше геополитические, так сказал. Спасибо большое. Следующее, все, да, пока с Европейским Союзом сможем вернуться попозже, если захотим. Буду признателен за выступление по поводу наших отношений с Китаем профессору Тиханскому Александру Ивановичу. Прошу вас. Уважаемые коллеги, тут, знаете, такой вопрос очень объемный, широкий. Я попытаюсь его как бы разделить немного. первое, это общие отношения, ну, скажем так, научно-технического и промышленного плана России и Китая, Беларуси и Китая, и, соответственно, уже переход, как они используются в военно-промышленном комплексе. Ну, здесь, в общем-то, схема понятная, старая, она и до сих пор не поменялась в отношениях Китая и России. Китай видит в России ресурсы, сырье и, соответственно, какие-то ноу-хау, которые, они очень тесно привязаны, в основном же, конечно, в основном, это ядерные энергетические установки и военно-промышленный комплекс. До сих пор. Ну, естественно, вы понимаете, что, как бы Китай сейчас не перевооружался, как бы он кого-чего не копировал, но до сих пор в китайских вооруженных силах свыше 50% этого оружия устаревших образцов. Мало того, можно сказать, еще 70-х даже не 80-х, не 4-х. Соответственно, вот такие отношения выстраиваются и в научно-техническом производственном плане, и в линии ВПК. С Беларусью здесь вопрос у Китая немножко другой. Изначально Китай использовал Беларусь в качестве плацдарма, а еще, скажем так, аэродрома подскокодана на Европу. И в этом плане, когда Беларусь чего-то ждала от Китая, в частности, мы получили большой-большой шлепок от них в плане того, что взяли, увеличили мощности в 2,5-3 раза цементной промышленности, когда китайцы поставили оборудование старое, между прочим, старое, негодящее. Цемент шел, конечно же, низкого качества, рынок под него не нашелся, соответственно, все ушло по убытке белорусскому государству. Но, все-таки, плацдарм, поскольку они сделали, видя свободной экономической зоне Великий Камень, где якобы будут концентрировать новейшие технологии, то, что у них есть, но уже в этой свободной экономической зоне. Ну, построение, как всегда, Китай вошел жестко и четко, как нож горячего масла. Он полностью свои условия, на своих условиях все делал. Мало того, рабочие были с Китая, и даже вот с самосвалы, которые там работают, это шерханы китайцы. Все на китайских условиях шло, и здесь было видно четко превалирование, где наши деньги, там мы диктуем условия. Но в любом случае они используют Беларусь здесь, качество аэродрома подскока и использование плацдарм движения на Европу. По линии ВПК здесь как раз опять встретилось то, что в научно-техническом плане, особенно военной промышленности, во многом китайцы отстают. И в данном случае вот этот вот даже комплекс РСЗУ, как его называют, на самом деле это нереактивная система залпового огня, это попросту пусковые установки оперативно-тактических ракет, называют это СЗУ Полонез. Это китайская ракета, поставленная на белорусский транспорт и электронно-оптические все оборудования тоже белорусские. Здесь китайцы нашли применение в своем. Естественно, что этот комплекс точно так же работает здесь. Беларусь, кстати, как ни странно, поддержала Россия. Они очень красиво разошлись по поводу Азербайджана и Армении. Когда Искандер был поставлен Армении, то в качестве противовеса и военной политической балансировки Беларусь поставила полонез Азербайджана. И в данном случае огневые возможности артиллерии и ракетных войск были приведены к одному знаменателю. Вот эта позиция на сегодняшний день Китая такова. Китай никогда ни России ни Беларуси не создаст ничего нового он может только взять. Китай заряжен только братья. Соответственно и в данном случае выстраивание отношений я вот здесь еще не понимаю российскую сторону в том плане, что на Дальнем Востоке немножко китайцы очень сильно безобразны. Если сильно безобразны, я бы взял даже в кавычки, потому что скажем так творят беспредельные вещи особенно по лесу. И поставка китайцев в рамки, а не то, что им сейчас весь мир принадлежит, мы это можем посмотреть, вот мы отслеживаем в частности очень плохо наше информационное пространство, что пишут в Китае о той же России и Беларуси. Вот что думают китайцы о союзном государстве. Кто-нибудь из вас читал? Вот просто так, навскидку. Нет, да? Женьмень жебау месяц назад ненужное образование, которое будет поглощено Евразесом. В плане того и четко проводятся конкретные вещи, что поскольку все экономические соглашения, договоренности между Беларусью и Россией перешло, скажем так, на новый план ИАС, а там оно прижилось, получило, да, как вот Елена Дорфьевна сказала, полигон сделали союзного государства, а ИАС хорошо-то все легло в качестве молодых вещей. По военным соглашениям, по военному союзу Беларусь и Россию, это очень четко легло в ОДКБ. Вот, если вкратце, что китайцы думают о союзном государстве. Ну, уже Минжибао все-таки орган ЦК КПК Китай. Вот, практически, вкратце, что я хотел сказать. Благодарю вас, Александр Иванович. Уважаемые коллеги, буду признателен вам за вопросы по китайской проблематике или ваши комментарии по той же теме. У меня есть один вопрос и один комментарий. Пожалуйста. Наслушаю, Александр Иванович. Александр Иванович, у меня, значит, какой вопрос? Ну, вот, в Белоруссии как воспринимается Китай? Ну, как угроза, либо как партнер, вот, который очень важный для страны. Вот, какое в общественном мнении преобладает представление Китая? Это первый вопрос. А потом, я, когда после вашего ответа, я кратко, кратко прокомментирую. Но вы все-таки, можно уточнить, вы сказали общественное мнение? Общественное, конечно. Общественное мнение. Да. Потому что это разные вещи. Что там, разные. Что говорят, скажем так, политически-экономические комментарии. Ну, на кухне, что говорят. Общественное мнение. Ну, вопрос в том, что с Китаем, все, кто работает с Китаем, все его и опасается. Понимаете, да? И китайцам палец в рот не клади. Соответственно, с китайцами выстраивать особое осторожное отношение. Особенно в том плане, когда вы работаете с их частными компаниями. Частными компаниями. Потому что здесь государства привыкли на уровне Синдзи Тепьену позвонили, сказали, о, как у нас плохо, что-то там не получается. Вы знаете, здесь даже разговор о том, что Сикорский полетел именно за этой цементной промышленностью с поста премьера, тем, чтобы пожаловался на китайских товарищей. Но не через те органы, которые мы. Здесь надо бы жаловаться Центральный комитет Комиссийской партии Китая. Соответственно, ну что, китайцы есть китайцы, китайцы есть деньги. Они дают самый выгодный кредит. Самый выгодный кредит. Единственное, что все кредиты китайские, практически все, они связаны. Знаете, что разница. Вот. Все. Вот. Ну, а в основном на сегодняшний день, как только увидели, вот началось строительство Великого Камня, мы очень много увидели на улицах Минска китайцев. В общем-то, опасения, если говорить про общественное мнение, общественное мнение опасается. Спасибо. Общественное. Два слова сказать, вот, о том, как Китай влияет на российско-белорусскую торговлю. Вот. Конечно, то, что есть проблемы у нас во взаимном товарообороте, сокращаются поставки машин друг к другу, техники, технологических разных продуктов. Это, конечно, связано во многом с Китаем, потому что Китай вытесняет с российского рынка белорусскую продукцию и с белорусского российского. Ну, так получается, что они представляют более дешевые изделия, но по соотношению цена-качество это лучше, чем вот поставляемые мы друг другу. И постепенно, значит, вот этот вот вымывается этот сегмент экономического, где как раз важна кооперация, это вот продукция машиностроения прежде всего, вот здесь она страдает. Вот это в этом плане, да, оно как бы вызывает эрозию, эрозию взаимной интеграции, сильное экономическое влияние Китая. Но с другой стороны, он и способствует интеграции одновременно России и Белоруссии. Хотя бы взять транзит вот этот китайских товаров Европы и встречный поток, довольно бурно растет этот транзит, и здесь этот транзит требует довольно активного взаимодействия транспортных систем России и Белоруссии. Вот в транспорте Китай как бы играет роль такого интегратора в определенном смысле России и Белоруссии. Но в других отраслях, к сожалению, это не проявляется. Спасибо. Благодарю вас, Леонид Борисович. Насколько я понимаю, у нас наша основная повестка исчерпана. Я ни в чем не ошибаюсь, уважаемые коллеги. Все, кто предполагал заявить о своих намерах выступить, те, по-моему, все уже... У нас же еще глобальный шторм. Совершенно верно, я помню, Александр Иванович. Но глобальный шторм по предложению Игоря Владимировича мы должны дать какую-то рекомендацию. Поэтому давайте в порядке выступления. Сергей Владимирович, как вы предполагаете преодолевать глобальный шторм вместе? Является ли это штормом? Или, может быть, все, в общем-то, не так страшно? Прошу вас. Кондратьев, Сергей Владимирович, нету? Да, большое спасибо, коллеги. Вы знаете, да, вы знаете, я думаю, что преодолевать глобальный шторм надо в первую очередь для этого нам договориться о том, куда все-таки движемся, потому что я услышал очень много интересных мнений сегодня, коллеги, но мне кажется, что все-таки определить действительно общую повестку, если мы говорим именно об экономике, очень важно, да, и договориться, и вот, собственно, то, что мы видели, та ситуация, которую мы видели с дорожными картами, она, на мой взгляд, показывает, что мы не до конца понимаем, чего мы хотим и куда мы идем сейчас, по крайней мере. Вот, мне кажется, что для начала надо договориться, возможно, о каких-то очень скромных, очень небольших шагах в энергетике, в экономике и начать их выполнять, потому что сейчас, как мне кажется, очень много неопределенностей, очень много, ну, медиа-активности, да, а не каких-то реальных действий. Вот, на мой взгляд, это не обязательно должна быть интеграция, да, это должны быть просто какие-то четкие, понятные правила игры, да, уход от, может быть, каких-то сложных договоренностей, переход, знаете, в такую работу в автоматическом режиме, когда есть эти правила, им следуют там, российские игроки, белорусские игроки, и это не требует вмешательства первых лиц, это не требует взаимных обвинений каких-то, да, взаимных прояснений, это начинает работать само. Вот, мне кажется, то, что у нас очень часто решение проблем переносится на политический уровень, на самом деле приводит к тому, что все начинает пробуксовывать, и, соответственно, это не только критичная ситуация, это вот ситуация, в которой мы находимся как минимум последние несколько лет. Мне кажется, нужны правила, и нужно понимание, что эти правила, они долгосрочны, они хотя бы на несколько лет. Может быть, очень общий рецепт, но мне кажется, что вот сейчас он мог бы быть полезным. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Конечно, здорово было бы иметь общий рецепт, но этот рецепт хотелось бы как-то подвергать переписи какой-то, чтобы все-таки газ, в общем-то, для Германии и Беларуси был как-то, ну, поменьше для Беларуси, но с Германией вы уже с вами разберетесь. Елена Адольфовна, у вас следующие вы по списку, будем признательны вам за ваши рекомендации, как преодолевать глобальный шторм. Елена Адольфовна? Да, все-все, включила звук. Как преодолевать глобальный шторм? Я думаю, что сейчас все страны начнут выходить из этого шторма. Ну, как мы выходили в 7-8-9 году, где-то поможем друг другу, где-то сами будем бороться, но согласна, я тут думаю, что все будут согласятся, что понятные правила игры тогда и выходить. Ну, в общем-то, я думаю, что преодолевать любой шторм лучше вместе. Насколько это получится, я не знаю, потому что как бы предвидятся такие политические события достаточно важные на стране и в Российской Федерации. ну, надеюсь все-таки, что мы сможем преодолеть эти противоречия. Спасибо. Благодарю вас. Сергей Вячеславович. Включил. Слышно? Да, спасибо. Да, я поддержу идею, что идти нужно в данном случае все-таки снизу, так скажем, с отдельных многочисленных проектов в разных сферах в экономике и в гуманитарной сфере. И вот с этого уровня низового взращивать опять доверие между обществами и между элитами. и тут важно еще, если конституально говорить, воспринимать все-таки интеграцию не как цель, а как средство для решения проблем, связанных с тем штормом, о которых мы говорили. И, соответственно, воспринимать эту интеграцию, собственно, как весло и грести этим веслом в одном направлении. Да, было бы здорово. Согласен. Спасибо, Сергей Вячеславович. У нас вернулся господин Гущин. И вижу его. Хорошо. Тогда Юрий Михайлович. Да, спасибо большое. Ну, что касается преодоления глобального шторма, я бы здесь хотел выделить два аспекта. То есть, ежели говорить о нынешнем кризисе, то он, если посмотреть на те меры, которые предпринимает государство, многие из них, соответственно, перед дилеммой сталкиваются. Соответственно, что делать? Вводить карантинные меры и, соответственно, сохранять здоровье, то есть, обеспечивать ситуацию, при которой наименьшее количество людей заразится данным вирусом, либо, соответственно, поддерживать не вводить карантинные меры для того, чтобы экономику не останавливать. Так вот, соответственно, через вот эти два аспекта можно рассмотреть и перспективы выхода России и Белоруссии из глобального шторма. То есть, несмотря на то, что стратегии борьбы с самим заболеванием, ведением карантинных мер в двух государствах, они отличны, но, тем не менее, как раз-таки здесь я вижу перспективу для того, чтобы у двух государств выработался, ну, вот, два государства предпринимали меры для взаимного укрепления. Этот кризис нынешний, он не только, соответственно, там, у наших соседей, у нас, там, и у других государств выявил проблемы, но, в принципе, во многих странах мира выявил проблемы с функционированием системы здравоохранения в экстренной ситуации. В этом случае я думаю, что как раз-таки у России и Белоруссии есть замечательный шанс объединить усилия с тем, чтобы модернизировать наши системы здравоохранения, поделиться опытом, тем более опыт здесь в плане борьбы с различными вирусами, там, бактериями и так далее еще с советских времен накоплен колоссально. Там, в Новосибирске находится центр, где хранятся штаммы самых различных практически всех известных человечеству вирусов и бактерий. И, соответственно, Россия и Беларусь могли бы разрабатывать совместную стратегию в плане модернизации наших систем здравоохранения, с тем, чтобы они оказались более устойчивы в будущем для такого вида эпидемии. А вот что касается экономической составляющей, здесь, мне кажется, некоторые проблемы имеются, потому что, когда речь заходит о преодолении каких-то глобальных экономических кризисов, как правило, государства, ну, они, конечно, стараются сотрудничать, но, как правило, когда этот кризис наносит сильный удар, они стараются выходить из него таким образом, чтобы для себя выгоду извлечь наибольшую. Поэтому здесь, как бы, у меня такие смешанные пока представления. Я, конечно, выступаю за то, чтобы Россия, Беларусь помогли друг другу выбраться из этого кризиса, но, будучи реалистом, я понимаю, что здесь и официальный Минск, и официальная Москва, выходя из вот этой экономической стагнации, они будут предпринимать усилия, направленные, конечно, на защиту нашего общего, то есть своего собственного общего рынка. Спасибо. Спасибо большое. Да, безусловно, у нас совершенно разные, диаметрально разные подходы к преодолению медицинской вот части этой проблемы, и, конечно, опыт, который приобрела Беларусь, будет очень полезен, наверное, нашим российским коллегам, приобретет, вернее, Беларусь, и тот опыт, который получает весь мир, то есть есть какая-то калька, и Всемирная Ассоциация Здравоохранения предлагает свои какие-то моменты, мы пошли другим путем, и, конечно, безусловно, по окончании вот всей этой проблемы, которая рано или поздно все-таки произойдет, конечно, опыт Беларуси, опыт России нужно будет сопоставлять, нужно будет предоставлять, наверное, какие-то медии, но очень хотелось бы, чтобы это были открытые, подкрепленные статистическими данными, проверенные сведения, для того, чтобы на перспективу мы смогли не обличать друг друга, не показывать пальцем, а принять какое-то общее решение, и в перспективе противостоять этому совместно, имея тот опыт, который у нас уже есть. То же самое касалось и преодоления атомной энергии, когда взорвалась атомная электростанция, в общем-то, все это нужно суммировать, и, безусловно, создавать институты, которые позволят всем этим воспользоваться в глубокой перспективе. Александр Иванович, Ваша точка зрения? Ну, я вообще-то реалист, мало того, в последнее время осторожный реалист, знаете, я, вообще-то, больших перспектив интеграции, дальнейшей интеграции в рамках союзного государства не вижу, мало того, с экономического поля все больше это будет уходить, с поля союзного государства будет уходить в сторону европейско-экономического сообщества, комиссии и так далее. Единственный на сегодняшний день остается военно-силовой блок союзного государства, который же, конечно же, вот здесь никому нет подвласти. Мало того, я всегда говорю, что на сегодняшний день выступает даже локомотив. Тот локомотив, который еще тащит вот этот вот вакончик союзного государства. Поскольку именно в военных отношениях России и Беларуси в общем-то происходит каждый раз очень большие сдвиги. На сегодняшний день это не только единая система ПВО, это не только региональная группировка войск, это не только штаб, постоянно действующий региональной группировки войск, это не материально-техническое обеспечение общества, это не военно-техническое сотрудничество, которое затрагивает практически 300 предприятий России, с кем работают белорусские предприятия военно-промышленного комплекса. Это все останется, поскольку рамки ОДКБ, они очень слишком растянуты, там решения не могут приниматься настолько быстро и мгновенно, как это принимается военно-силовым блоком в рамках союзного государства. Ну и, соответственно, опять же, будем говорить об ограниченной работе, об государстве, когда созданы совместные базы данных, когда будут приниматься визы, будут обниматься государствами обоюдно. Вот, это, опять же, работа по линиям ВД, совместные коллеги, они происходят как-то два раза в год или в России или в Беларуси совместные коллеги МВД. Это все очень важно в плане безопасности, поэтому для меня на сегодня и на завтра основной приоритет союзного государства я как раз вижу военно-человом блоке. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Нам, романтикам, вас не понять, ваш пессимистический подход и вашу точку зрения, конечно же, я вот, например, сидя здесь в Минске и слушая глубоко уважаемого мной эксперта из Москвы, белоруса, я, конечно же, внутри себя в душе своей не соглашаюсь, но ваше мнение уважаю. Знаете, Сергей, я еще не говорил по вирусу, вот вы знаете, после окончания эпидемии все равно каждый будет заниматься своим видом. Европейский союз не выдержал, союзное государство тоже не выдержал. Союзное государство, мы же слышали сегодня, что союзное государство это пока не территория, союзное государство это проект, союзное государство занимается вопросами от Арктики до Антарктики, и эти проекты очень успешны. Если какие-то институты созданы, пускай они работают, но их работы не видно на сегодняшний день. Согласен, с вами нужно просто нам освещать это все, смотреть и более глубоко участвовать вот в этих проектах союзного государства. Благодарю вас, Александр Иванович. Леонид Борисович, ваше точное зрение. В отличие от Александра Ивановича, более оптимистично смотрю на деятельность союзного государства. Вот, ну, просто нужно определить его сферу, что оно должно делать. Оно действительно пока безлико, хотя там достаточно авторитетный руководитель, но и его, так сказать, возможностей тоже не хватает. Мне казалось бы, надо укрепить и кадрово, и идейно, и концептуально эту организацию, чтобы она вот выполняла то, что, ну, без чего сейчас нельзя двум государствам. Во-первых, а, согласование проектов, интересов, институтов государственных, чтобы они не отторгали друг друга, а наоборот стремились в взаимодействие. Пока вот этого нет, к сожалению. Но я полностью согласен вот с мнением, что военно-техническое, да, коммунитарное сотрудничество, да, возможно, можем добавить туда зеленую энергетику и экологию, потому что это как раз пустые бизнесы, мало в этом заинтересована, общественность как раз заинтересована в этом. Вот, то есть целый ряд вопросов, которые выпадают пока вот из активного такого обсуждения и выдвижения каких-то идей, проектов, вот надо было бы этот исполком союзного государства нацелить на это. Но это должно быть политическое решение двух государств, безусловно, при поддержке общественности и научной, и культурной, и любой другой. Вот, то есть понять необходимость вот союзного государства, его институтов вот в новых условиях, когда все кругом рушится, когда мир рассыпается. Здесь вот только каким-то таким единством сохраненным неформальным, вот, неформальным и формальным. Мне кажется, это перспектива, но это нам надо всем это понять и разделять и к этому стремиться. Спасибо. Благодарю вас, Леонид Борисович. Вы знаете, вот недавно президент Беларуси выступал, и он сказал, мне кажется, такую вот фразу в унисон с тем, что говорите сейчас вы. он сказал о том, что вирус, конечно же, пройдет, но сейчас нужно думать о том месте, которое мы займем после этого вируса, когда мир, наверное, уже будет совершенно другим. Благодарю вас, Леонид Борисович. Алексей Юрьевич, вы с нами? Да, с вами. Значит, я думаю, что вопрос «вместе или поразнь» будет решаться осенью этого года после президентских выборов в Беларуси. экономическая ситуация объективно подтолкнет нас к объединению, но вот в гуманитарной сфере тут видны серьёзные проблемы, о которых сегодня никто не сказал. За последний год общественная поддержка союза с Россией снизилась на 20%. Это серьёзный показатель, и те, кто живёт в Беларуси, прекрасно понимают, какая у нас сейчас непростая ситуация. Я думаю, что в данной сфере нужно провести серьёзную работу, без которой невозможно создание союзного государства. И я хотел бы спросить у наших российских коллег, есть ли понимание той ситуации, которая творится в гражданском обществе в Беларуси. Потому что, вот я приведу статистику, у нас 46 независимых СМИ, 91 некоммерческая организация, 32 мозговых центра и 244 блогера работают на идею интеграции с Европейским Союзом и на дискредитацию Союза с Россией. Вопрос к вам, сколько можно ли вообще перечислить организаций блогеров и различных экспертов, которые работают на Союз с Россией, и насколько эффективно они это делают? Потому что ситуация показывает, к сожалению, негативную тенденцию в данном плане. Спасибо. Благодарю вас. Уважаемые российские коллеги, у кого есть комментарии словам Алексея Юрьевича, кто может прокомментировать или ответить на вопрос? А можно даже я прокомментирую? Я вот вернулся в нашу чудесную студию импровизированную, да? Ну, прошу, чтобы Сергей дальше и к финалу подвозил именно он программу, но я, наверное, с комментарием просто выступлю по этому поводу. Не первый раз с этим сталкиваемся, с такой ситуацией, когда ждем от наших партнеров более активного желания с нами сотрудничать, быть союзниками и развивать различного рода институты. И это не только Белоруссия. Помнится, однажды у меня лет несколько назад проходили активные встречи в Абхазии. И вот выступал я в Абхазском университете и предварительно ознакомился с некой тоже статистикой, выяснил примерно те же самые данные. На тот момент, но это было правда лет 10 назад, даже не лет 10, а 10 лет назад, на тот момент на территории Абхазии работало 80 Абхазии непризнанного государства, многими непризнанного, но сейчас это называется полупризнанное, государство работало 80 некоммерческих организаций, представляющих страны Евросоюза, Соединенные Штаты и прочие иные государства, и только две с половиной, две с половиной это буквально, потому что одна из них была Россотрудничество, ее нельзя назвать некоммерческой организацией, да, сами понимаете, и только две с половиной организации, представляющих Российскую Федерацию. То есть, то, что мы не уделяем этому вопросу в гуманитарной сфере внимания, что мы, как само собой разумеющимся, видим эту российско-белорусскую интеграцию, вот это правда, и поэтому упрек, который звучал в вопросе, наверное, он звучал, он совершенно справедлив, хотя, может быть, мои коллеги из России со мной и не согласятся. Я бы просто добавил в данной ситуации, если меня слышно сейчас, да? Слышно, слышно, пожалуйста. В такой постановке вопроса я бы все-таки не рассматривал Беларусь как какой-то объект. Беларусь все-таки субъект. И если Беларусь является субъектом, то у нее тоже есть свой выбор и свое решение, своя активность в отношениях с Западом и с Россией. Просто в такой постановке вопрос, который прозвучал, получается, что есть Запад и есть Россия. И вот они борются за это тело Беларуси. Но все-таки как-то это унизительно в некотором смысле для самой же Беларуси, что ее воспринимают как тело, за которое борются. В Беларуси есть... Друзья, можно позволить тебе реплику? Но этот вопрос возникает именно потому, что мы говорим о союзном государстве. Если мы вообще закрываем тему союзного государства, тогда ваш комментарий, он совершенно обоснован и вообще никаких вопросов не возникает к вашему комментарию. Но если мы сохраняем тему союзного государства, то тогда действительно возникает вопрос выбора такого стратегического как минимум. Стратегического. Я поэтому и говорю, что тут вопрос не только к тому, что Россия мало предлагает. Хорошо, я соглашусь, что Россия предлагает меньше, чем Европа. Тут это как бы даже не обсуждается. вопрос в том, что и Беларусь тоже тогда, я считаю, должна предлагать такие двусторонние гуманитарные проекты в общественном секторе. Да, разумеется. Спасибо большое. Я думаю, что за тело, как вы сказали, за тело Беларуси в общем-то наверное борются всегда, но это дело не наше. Так сказать, мы каким-то образом этому пытаемся противостоять, нам и жениться предлагали, и так просто жить. Как-то все это мы стараемся минуть и все-таки выбрать именно дружбу, выбрать сотрудничество, выбрать партнерские отношения. И я думаю, что вот этой линии, вот этому вектору Беларусь не будет следовать в дальнейшем с учетом того, что, ну, наверное, можно сказать, это моя точка зрения, наверное, результат выборов спрогнозировать можно уже сейчас и в России, и в Беларуси. Жить нам предстоит вот именно в этих реалиях. Эти реалии нужно учитывать, эти реалии нужно прогнозировать и строить свои отношения не с точки зрения каких-то революционных процессов, а абсолютно эволюционных, что для нас сейчас является приоритетом для обоих сторон. И мне кажется, что для этого у нас создаётся и будет у нас создаваться очень хорошая база, которая не будет совершенно беспроблемной, которая будет унизана такими препятствиями, которые у нас вместе придётся преодолевать. Разумеется, учитывая суверенитет, учитывая наши общие интересы, учитывая то, что мы все хотим жить по возможности хорошо, мирно и делать это как можно дольше, несмотря на все те кризисы, которые у нас сейчас возникают. Уважаемые коллеги, кто-то ещё, у кого-то есть слова для того, чтобы выступить по поводу вопроса Алексея Юрьевича? Если позволю. Я помню, Роман Николаевич, о том, что вы с нами и хочу предоставить слово заместителю исполнительного директора фонда поддержки публичной дипломатии, который следил всё время с нами на протяжении всего, но не участвовал всего нашего разговора. Уважаемого Грешинина Романа Николаевича. Пошла с вами. Спасибо большое, Сергей Фёдорович. Я хотел бы тоже, может быть, отреагировать на реплику и сказать о том, что действительно сравнивать российское участие в внутриполитических процессах в Беларуси с западным, наверное, не стоит, и это дело не сильно благодарное. Дело в том, что мы в Беларуси относились всегда как к дружестой партнёрской стороне, а не как к объекту устремлений и оказания контролируемого влияния на внутриполитические процессы. Мы прекрасно понимаем, что страны Запада первое, что делают, это создают надёжные позиции влияния в средствах массовой информации в политологической среде. И это проходили не только в Беларуси и во многих других государствах постсоветского пространства и не только его. Мы, допустим, с той же Армении, например, в 2015 году посол Соединённых Штатов Армении раздавал в качестве микрогрантов представителям свободной армянской пресси 3 миллиона долларов США в год. Это только по линии посольства США. И вы можете себе представить, что в небольшой Армении, но есть там, условно говоря, 100 ведущих представителей СМИ. Вот мы делим 3 миллиона на 100 человек и понимаем, что наши американские, ну, в данном случае американские партнёры, шли по пути прямого подпуска посредством массовой информации. Что касается ситуации в Беларуси, то я уверен, что вот сдержанная позиция России, касающаяся в первую очередь в налаживании равноправного двухстороннего, заключающегося в налаживании равноправного двухстороннего диалога с представителями Беларуси, с разговором не только между руководителями стран, но и с диалогом общества, это верная позиция, она нравственная, и я уверен, что исторически она будет выигрышной. Что касается выхода из кризиса вообще, глобального шторма, о чём мы говорили, я думаю, что как никогда пандемия показала, что вместе бороться проще. Но для того, чтобы вместе было бороться проще, надо, чтобы интеграционно-экономические в первую очередь процессы, которые связаны экономическими узами в первую очередь, это и касается Европейского Союза, Евразийского экономического Союза, да и Союзного Государства тоже. Есть свидетельство о том, что экономической интеграции, даже очень плотной, недостаточно. Более успешно выходят из кризиса те Союзы, которые связаны в большей степени политически. То есть это в первую очередь касается разногласий по поводу подхода к борьбе медицинского, как сказал Сергей Фёдорович сегодня, медицинского подхода к борьбе с коронавирусом, так и к выработке общей единой матрицы реагирования на вновь возникающие вызовы и угрозы. Что касается будущего Союзного государства, я вижу его в более плотной политической интеграции, тогда оно будет более успешным. Тем не менее, не хочу, чтобы эта более плотная интеграция выглядела у народов наших государств, навязанная откуда-то сверху и искусственно насаждаемая. На тот момент, когда избиратели осознают, а они это осознают в Беларуси осенью, у нас позже, что для более успешного союза необходима более плотная политическая, более тесная политическая интеграция, тогда союзному государству что называется быть и быть по-настоящему. Ну и вот пользуясь случаем, я чтобы не говорить дважды сегодня, я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия за участие, для меня оно было чрезвычайно интересным, хочу сказать спасибо большое Сергею Федоровичу, как инициатору этого процесса, хочу пожелать удачи вновь созданной и возглавляемой в Беларуси организацией, и со стороны фонда Горчакова хочу сказать, что мы всегда будем поддерживать экспертный и общественный диалог, общественный диалог между представителями, представителей союзного государства, скажем так, и надеемся на фидбэк от вас с тем, чтобы вот подобные мероприятия были еще более интересными и послужили скажем, ну может быть пусть небольшим толчком для дальнейшего развития диалога внутри союзного государства. Спасибо. Спасибо, Роман Николаевич. Игорь Владимирович, ну я думаю, что справедливо будет, уж скоро вы начинали это все, вам и закончить. Я признаю, я всем говорю огромное спасибо, очень приятно было сегодня с вами общаться, хорошего дня и пользуясь случаем, позвольте все-таки, у нас в Минске замечательная погода, я просто не ходил еще, но светит солнце, абсолютно майское, настроение все-таки у нас еще праздничное и пользуясь случаем я хочу сказать всем слова поздравления с недавно вот прошедшим праздником нашей с вами общей великой победы. Спасибо большое. Игорь Владимирович, пожалуйста, я. Ну большое спасибо, да, спасибо. Ну на самом деле вы уже все сказали и Роман Николаевич очень хорошо подвел итог нашей дискуссии, которая первая, уверен, не последняя, знаю просто коллег, понимаю, что они готовы и дальше участвовать в подобного рода проектах и будут вносить конструктивные предложения, мы их будем здесь озвучивать, но и будем, я думаю, доносить их до руководителей и дипломатического ведомства обеих государств и до высшего руководства и до высшего руководства страны. Вместе в любом случае нам легче будет любые трудности преодолеть. Это главное. Но вопрос заключается в одном. Есть ли желание? Вот у здесь собравшихся это желание присутствует. Есть ли желание у наших народов? Я думаю, что надо чаще с народом по таким вопросам советоваться, задавать эти вопросы не только представителям некоммерческих организаций, которые, как выясняется, работают на интеграцию с Евросоюзом в Белоруссии, а с простыми гражданами. И я думаю, что одной из целей подобного рода проекта будет инициирование более широкого диалога и на уровне уже граждан и в регионах Белоруссии, и в регионах России. Не только в столицах вершатся судьбы Союзного государства, не только в Минске и в Москве. Я вот для себя это сегодня понял и почувствовал, что очень много граней у этой проблематики. Она не настолько черно-белая, как часто звучит в СМИ, и, кстати, эти СМИ потом транслируют тем самым гражданам, которые смотрят на российско-белорусские отношения именно в таком черно-белом формате. Вот если такие дискуссии на YouTube-канале Фонда Горчакова, на сайте Фонда Горчакова, на других сайтах будут получать популярность, их будут смотреть, я думаю, что мы для себя должны будем с уверенностью сказать, что мы занимаемся благородным делом, потому что в любом случае это ко всеобщему благу должно рано или поздно привести и Россию, и Белоруссию. Нам вместе просто суждено быть. Я думаю, что вот если позволите такими в чем-то пафосными, мне кажется, наверное, справедливыми все-таки словами, я бы предложил закончить нашу дискуссию под названием «Российско-белорусские отношения и союзное государство в период глобальных кризисов». Кризис закончится, а отношения останутся. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.